Доброе утро, ребята, озеро Миняра, едем мы в Нгору-Нгору, кратер. Сегодня ничего нового для тех, кто давно смотрит, смотрим животных, но вечером потом у нас лекция Дробышевского. Такого еще не было, поэтому я все запишу, ну в смысле у меня тут не было, и мы с вами посмотрим. У нас тут прикольная ситуация, мы приехали от оборота в Нгору-Нгору, мы приехали оформлять въездные документы, у нас три стенда, у нас есть вулканолог-минеролог, это его стенд, потом вон стенд эволюции, у нас есть Дробышевский, и у нас есть стенд по ботанике, есть преподаватель, преподаватель ботаники из МГУ, вон он. Вот, то есть на каждый стенд по профессору. Сейчас они нам будут читать лекции, но тут будет плохой звук, потому что все вокруг галдят, поэтому я запишу вечернюю лекцию мистера Дробышевского. Вот вам, пожалуйста, вид на другой немножко Нгору-Нгору, не такой как был в апреле. Озеро больше, а трава намного суше, все желтое, а было все зелененькое. Ну вот, возможно, нам повезло с погодой сегодня, облачно. Будем надеяться, что будет все время облачное и, возможно, даже пойдет небольшой дождик. Как вам, Станислав, тут? Отлично. Красота. Пожалуй, я тут поселюсь. Красотища. Красота. 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 У меня сразу произошла сбыча двух мечт. Я мечтал с Дробышевским сюда попасть, ну в Валдувай, да, и в пасмурную погоду. И прям вот, пожалуйста, распишитесь. Нет, я на самом деле тоже, у меня, честно, я искренне боялся, что... Там вон бегут цесарки. Я искренне боялся, что мы приедем сюда, а здесь жара, здесь все спит. И у всех спит. Да, и у всех. Дневной. Да, что, типа, здесь будет дневной сон, жарко, и народ, и все такое. Тут еще и пейзажи такие космические совершенно. Мне казалось вчера, что тут не было. А это были другие антилопы? Нет, тут тоже, которые с черными... Ну, хотя нет, вчера прям черные глазки были. Их же много видов очень. А вода меня заливает. Пользуйтесь айфонами, ребята. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вон прям видно дождь, следы, как дождь идет. Вот он так. Вон там большая толпа буйлов. Вот антилопы гнул. Барбышевский нам вчера сказал, что они совсем ограничены и отсталые. У них, значит, плохое зрение, плохое обаяние. Они туповаты. И что они размножаются. Вернее, эту конкуренцию удерживают только за счет размножения активного. Что они очень сильные и много плодятся. А в остальном они прям совсем не алло. Ну, это по версии Барбышевского. А кому-то может нравиться. Ха-ха-ха-ха. Можно посмотреть? Мы увидели там целую группу львов. Штук шесть. Ну вот, когда мы начинаем двигаться, они поднимают голову из травы и смотрят. И видно уши только. Только уши, блин. Сейчас они опять легли в траве и их не видно. Мы думаем, что они охотятся там. Вон ходят одинокие. Ну, что они, скорее всего, у кого-то из них выслеживают. Вообще, все говорят, что кошачьи не любят в дождь охотиться. Они вообще днем не очень любят охотиться. Ну, может, они выжидают. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Вот, у нас созрел план. Сейчас кто-то из нас пойдет к ним и их позовет. Мы сейчас будем тянуть жребий. Шаг гиена вдали. Идет вдоль этого самого, вдоль грязной лужи. Одна гиена одинокая. Ой, да. Нет, 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 один секунд. Видите, вот голуби, это горлицы. Ну, дикие голуби, да, шарятся. Ну, вот Дробышевский сейчас сказал, что голубочки вот эти, они тоже туповатые. У него такая своя классификация. Особо не дадут, но работа прикольная. Не, здесь это заниматься тем как раз. Чем дальше в болото, тем розовее фламинго. Ну, на самом деле они, как же, бледноватые. Ну, да, немножко. Да. Знаешь, там типа прикольно, там интересно. Ну, что там хватит? Там хватит, что-то, блед, две тысячи восемь. Зебра. Зебрёнок. Зебра. Зебрёнок. Зебрёнок. Понюхал какашку и решил свою добавить. На сверху чё? Теория выбитого. Точно, да. Прямо вплотную, пожалуйста. Так, сейчас ещё можно гнуснять, которых Дробышевский не любит. Так, конечно, сегодня ещё свет такой красивый. Ну, это вот из-за бачков, да. Да. Мы же вчера пожелали, наверное, у Вити всё исполнилось. Красотища. Слышно это звуки щипания травы. Да. Зебрёнок. Иди сюда. Он наелся. Выспался. Теперь не знаю, чем заняться. Как организовать свой досуг. Может мы его продадим? Давай скакать. Скачи. Или ложись спать. Ум? Не? Он такой. Не хотят такой болезнь пройти, что он чуть-чуть. Это они, мне кажется, не играются, дерутся. Что-то у меня такое подозрение есть. Очень странная драка. Что это именно драка у них. Ага. Конечно. Знаете, как будто бы они маслом обмазались и очень скользкие. Смотри, они кусаются вон. А ну-ка прекратите мордобой. Идёт. Ого. Блин. Классно. 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 Все, разобрались. Это мелкие. Это juvenile. Откачи попрошайничают. Банда. Бандюганы. Ага. Ммм. Будете? Ммм. Будете? Да. Вообще их тут нельзя кормить. Да. Ничего себе. Прикольно. будете брать весной когда я тут был тут было просто болото я помню в нем слоны по колено копошились ковырялись а сейчас тут прям такое полноценное озеро и тут много бегемотов ну и сейчас плохо видно будет он зевает 1 это папоротник вот это красное то папоротник красиво их очень часто во всяких тропических оранжереях разводят макро в природе а почему она оранжевая если она да это папоротник озола их несколько видов надо смотреть по форе по списку видов какой минуту они у нас в россии растут на рисовых плантациях краснодарском крае это вроде красненькие до сарки бегают интересно что они там испугались там ничего не было вот дурные вот и кто такой местностью реально вообще людей не бояться да это ткачик меня лишь колониями прям живут деревьях а вот он вынурнул бегемот а это по такой не знаете кто вот это вот вот этот птиц серый нет не знаю это все потом не прикольное дерево прикольное дерево бегемотов это свиньи сейчас очень модно еще заявляет что ближайшие родственники бегемотов это киты а и киты они действительно родственники но такие например такие же как мы наверно ближе чуть чуть ближе там были примитивные всякие канделяртр ну это такая непонятная сборная солянка из которых в одну сторону получились копытные в другую сторону китообразные через какие-то там итерации там промежуточные вот ну и вот какая-то генетика сходно у бегемотов и китов действительно по морфологии конечно ничего там вообще нет так может оттенка то она правда как не к добру красивое местечко а вон пузыри идут прямо возле берега там пузыри 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 там пора ли нам свалить ну не то чтобы свалить я думаю они кстати бегают очень быстро они по земле носят да вот мы сейчас идем обсуждаем что сегодня не жарко ветра нету тут озеро и нет комаров ну то есть довольно здоровый климат и дробушевский говорит нафига наши предки отсюда ушли идиоты здесь так хорошо ну вот по поводу здорового климата это на полном серьезе что вот принято считать да что в африке тут прям насекомые должны сжирать заживо ну реально никого нету даже как-то странно в россии даже средний по сейчас бы сажали уже комары а про карелию там я вообще молчу мы там что сварим обет на газовых горелках птицы украли мне бутерброд я его оставил на машине на багажник на этом на капоте сейчас воды тебе нальем туда мы тебе нальем правильное количество вообще людей не боятся одну такую вторую выкладывай в миску и мы тебе туда нальем нет нужно вот чего ты прогоняешь наших птиц я словно не делал это наш французь а лагер ком а лагер они еще бесстрашные какие то а что они хотят это мой суп это мой бутерброд это не мой бутерброд уже не мой бутерброд ну ладно чего давай угощайся не стесняйся прохладительные напитки прохладительные напитки сок прохладительное пиво прохладительный фидр и вода сейчас он тут не один их тут не двое фидр будешь кто смелый ну оооооооооооооооооооох так кто еще смелый мации еще трусишки пошел небольшой градик как бедные зебры сейчас избитые там все супец супчик и толпа бандитов я вам оставлю ну дайте хоть половину съем блин ребята у вас дофига тут слишком негодяи нас у птицы дров и гуляют вот потом он там страусы были я уже не вижу убежали он вообще валяется он вверх пузом лег в общем мы сегодня видели много львов но всех издали и лежать в лежачем положении еще один лев который выглядит просто как куча какого-то сена лев мальчик даже голову не поднимет у нас волнующий момент две вот этих птицы идут точно курсом на льва который то ли спит то ли сдох вот причем осталось эти метров смотрите она уж совсем близко ждем когда подойдет птица совсем близко подошла к этому к объекту к объекту но пока ничего не происходит вот тут очень красивая птица они летать умеют да вау лев проснулся ну что же крас он такой что люди спокойной ночи у нас сегодня будет очень интересно те лекция по технике безопасности я так чувствую мы ездили ездили и не увидели там слонов близко нигде а тут вот прям возле нашего лагеря слоны мы тут съездили на сафари у нас все слоны были вдали и итак у нас заканчивается второй день мы его провели в кратере сейчас мы забрались на машинах вверх палаточный лагерь здесь вон кратер там туда вниз вот так вот вот тут у нас прям вот сразу в этих кустах два слона тут гуляет марабу марабу наверно тоже будет просить еду я опять не выдержу покормлю его на меня будут ругаться опять как у тебя дела? а? марабу что тебе еда не нужна? ну ладно как хочешь вот там вон палатки туалеты душевые и даже есть вай-фай и там еще двое марабу гуляют идет дождь она на этих дождевых червей употребляет в пищу вот вам пожалуйста немножко видов марабу их тут трое ну они просто ходят то есть они попрошайничают как вот те ткачи да? он просто ходит причем он подходит близко просто стоит смотрит вот ну вот собственно кратер и у нас прям вот получается здесь вот за этим деревом два слона они дикие это не ручные слоны они не выступают это не используются в выступлениях вот поэтому сказали что вообще африканские слоны они же эгрессивные да? сказали близко к ним не подходить вот он стоит один и за ним там второй вот смотрите вот получается салон да? а вот палатки у нас вот ну он желтенькая виднеется вот тут вот то есть ему тут по прямой пройти ну сто метров примерно интересная ситуация но что тут ходишь? со mic что тут ходишь а? тебе что надо здесь? не боится ну.. ну и близкое не дает подойти на такой просто гляет вокруг что-то там склевывает в грязи все поставили все готовы сейчас готовим ужин кушаем и слушаем в темноте лекцию дробышевского нас вот что тут в лагере сильно настораживает смотрите говно 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 еще еще вот такое ощущение что здесь это выпас идет просто круглосуточно слонов буйволов и еще не понятно кого интересно когда это все происходит как бы придут ли они сюда ночью сегодня питаться и как нас это немножко беспокоит этот вопрос реально все засрано вот тоже вот пожалуйста опасность опасность и так сегодня речь будет про приматов как уже вчера звучало приматов ископаемых современных очень много но здесь повторяюсь 65 66 миллионов лет и много-много разных групп поэтому про всех я рассказать не могу могу но вы вряд ли согласитесь вообще история приматов началась примерно 65 66 миллионов лет назад когда закончился мезозой и динозавры наконец-то все сдохли это освободило огромное количество экологических ниш самых разнообразных и в том числе для древесных приматоморфов первыми из которых были существа похожи на современных тупай и современных животных тупай и и шерстокрылые максимально близки к этим самым предкам тупай тупая замечательны тем что они похожи на белок и долгое время включались насекомоядных но не являются насекомоядными а скорее приматоморфами они всеядные живут и на деревьях и на земле и дневные и ночные и такие супер универсальные при этом они сохранили массу примитивных черти потом когтей на пальцах не бинокулярное зрение хорошее обоняние примитивную зубную систему но некоторые вот при всей вот этой архаичности приобрели особенные свойства например перехвостая тупая которая живет в индии питается в значительной степени соком пертамовой пальмы а этот сок содержит огромное количество это новое и когда смотрели как они этим питаются ставили камеру ловушку ну в смысле включается который автоматически вот и смотрели сколько она выжирает и ежели это перевести на массу человека ну то есть это представить что тупая виск как человек а за ночь выжирает 6 бутылок водки вот а потом следили как они потом от этих биртомов пальм сваливают ну вот и они идут прямо ровно их не качает у них все хорошо вот этот вопрос почему горе горе то что даже приползают но горе менее устойчивая но вот но тупая круче но не будьте такими как тупая у вас не получится при всем желании мы не таковых мы не тупая тупая не мы ископаемые тупая тоже известны но правда в основном по фрагментарным остаткам по отдельным зубам цветочки потому что на самом деле вся история млекопитающих и вся история приматов завязана на цветковые растения шестокрылые вторая такая замечательная группа животных которые осуществили известную мечту к полету о полете и стали планировать на перепонках живут они кстати как и тупая в юго-восточной азии на филиппинах и на маваки но вот это стремление к полету и вот эта вся специализация с длинными ручками с длинными ножками с длинными пальчиками с присосками на ладошках с какой-то очень странной зубной системой привела к тому что они оказались в тупике и собственно благополучно большинство ископаемых вымерло а современные вот всего два вида остались где живут в юго-восточной азии где выдерживают конкуренцию последнюю такие с летягами вот и с летучими ушами потому что те тоже фруктоядные тоже древесные тоже здорово лазают летают ну или тяги они тоже планируют а летучим выше еще и быстрее долетают ископаемых шерстокрылов было великое множество известное ну вернее есть сейчас известное вот но большая часть исчезла прикольно что некоторые жили допустим на острове элсмер рядом с полярной канадой где сейчас вообще тундра и все печально а тогда были тропические леса 45 миллионов лет назад климатический оптимум и в заполярье росли тропические широколиственные леса при том что полярную ночь тоже никто не отменял ну как бы геометрия планет все та же вот но сейчас они можно сказать в упадке значит наши непосредственные предки начинаются с плезиодаписовых плезиодаписы это животное размером от мыши до крыс или там белки у них тоже были еще коготки на пальцах у них было тоже примитивная зубная система но они уже таки совсем почти почти приматы самый древний самый знаменитый это пурготориус который один зуб известен еще из мезозоя из мирового периода а дальше несколько видов и уже тысячи находок из раннего палеоцена ну то есть это 65 миллионов лет главные их особенности то что они были всеядные судя по зубам жрали все подряд ну собственно только что вы тоже самое продемонстрировали как бы развитие этой способности и второе то что они были древесные со способностью хорошо прыгать на большое расстояние на длину больше собственного тела что позволяет развить цепкость пальцев нормальные всякие там эти ногти вместо когтей хороший вестибулярный аппарат и быстроту соображения а самое главное безопасность потому что если вы живете высоко на деревьях вам все пофигу и никакие хищники вас там не достанут вот если попытаются достать вы быстро убежите вот и поэтому можно иметь немного детенышей долго-долго их выращивать бывает но и стало быть можно растить одного детеныша очень долго и закачивать него информацию не через инстинкт и рефлексы генетические а через обучение а через обучение надо потому что питание всеядное и каждый раз другое вот поэтому надо всему учиться у них все это было зачастую виде мозгов было скорее всего меньше грамма у нас черепных коробок рада нет но из общих размеров но вот и тем не менее это был первый шаг вот а потом большинство плеззаписов ушло всяческие специализации например плеззапис как таковой вырос до размеров кошки примерно три с половиной кило вот но мозгов у него было не богато где-то грамм 5 но это тоже уже как бы достижение но тем не менее но вот но это показательно потому что у кошки 30 грамм мозгов а у этого 5 при этом той же массе тела то есть получается что он получается в 5-6 раз тупее чем кошка вот но тем не менее на тот момент это были высокие интеллектуалы ну а то что все другие животные были еще тупее вот но конкретно приззапис кстати известно что он был пушистый то что есть отпечаток вот такие формы вымерли а сохранились только самые не специализированные типа полихтона и как обычно в эволюции самые не специализированные самые никакие которые вот вообще ни о чем вот лучше всего приспосабливаться и выживали потому что в условиях каких-то изменяющегося там климата чего-то такого неприятного как раз из этого то что-то и может получиться вот очередной наш великий предок полихтон но стало быть в конце палеоцена в начале оцены появляются хищники которые смогли нас уже доставать это совы от косточка одной из самых древних сов и всякие древесные хищники частично всякие креодонты которые отстойные а частично более-менее нормальные виверовиды и всякие там прочие миоциды они уже умели здорово лазать по деревьям вот поэтому большая часть вот этих плези на писавых тут же вымерла ну кроме там кита отдельных групп азии которые потом все равно вымерли а генеральная ветка разделилась на 2 но благо жизнь была очень-то не так плохо потому что это климатический оптимум и как я уже сказал даже в заполярье росли тропические леса то есть это мир когда весь мир был покрыт джунглями прям такими конкретными теплыми замечательными с кучей фруктов и листьев и приматы разделяются на две генеральные ветки адаписовых и амомисовых амомисов это наши предки адаписовые предки лемуров и адаписовые поначалу преуспевали их было больше они были разнообразнее и в размерном классе от 4 грамм до нескольких килограмм там до 10 килограмм но это уже такой хороший большой размер но адаписовые далеко как-то особо не пошли потому что у них не особо получилось с мозгами и вот допустим адапис как таковой довольно крупный зверь а магнадапис даже совсем большой вот но опять же с мозгами все те же там где-то 56 грамм на челюсти крупные и на тот момент в некоторых фаунах во франции например это были вообще в принципе самые крупные животные ну кроме там крокодилов черепах и птиц это были самые большие звери и на этом ты была затык как раз потому что когда кто-то достигает эволюционной вершины и он уже круче всех то ему эволюционировать дальше не надо и как бы все а потом кто-то его обгоняет и получается эволюция такая чехарда когда там один через другого перепрыгивает вот поэтому с адаписовыми не задалось но они успели дать современных лемурообразных которые отличаются от адаписовых своим маникюрным набором потому что у них есть специальный коготь на ноге указательный палец на стопе чтобы причёсываться у них есть специальные зубы на нижней челюсти щетка чтобы опять же причёсываться а поскольку шерстинки туда между зубами застревают в эту зубную щетку то у них есть под язык с зазубринками с такими вот здесь хорошо видно то кстати горит и есть вот которым он эти шерстинки вычищает из этих этих зубов вот у целых этого не было а у лемуров и ну лемурообразных широком смысле это есть и собственно понятно что не только это но есть куча примитивных черт например у лемуров до сих пор не до конца закрытая глазницы и возиться не строго вперед а немножко наискосок поэтому они тоже тупят при передвижении у них слуховые капсулы большие они воду лакают они пьют и могут ушами независимо шевелить путем длительной тренировки лично я научился шевелить одним ухом и не шевелят другим вот но говорят ска снаружи это нифига не очевидно но в ощущении у меня такое есть что у меня одни мышцы больше напрягаются чем другие так что уровня лемура я в принципе достиг ну по крайней мере как мне кажется ну вот можете попробовать но у высших приматов движение ушей синхронные одновременные и по частям они как бы не получаются современные лемуры как таковые ну лемуру в узком смысле живут только на мадагаскаре но есть челори в азии галага в африке материковой и под 1000 тоже в африке из лемуров современных самое чудесное конечно же руконожка потому что она рекордсмен по многим параметрам у нее огромные длинные пальцы которыми на выковыривать и к червячков и фрукты выскапливает у нее здоровенные постоянно растущие резцы которыми дырки проковыривать чтобы выковыривать опять червячков и у нее что чудесно огромные мозги весом 44 грамма даже 45 что для лемуров это прямо какой-то за предел вот у них обычно там в два раза меньше что удивительно потому что руконожка ведет практически одиночный образ жизни ну там мать детенышем ходит какое-то время да а большие мозги приматам нужны в основном для общения она нифига не общается мозги большие это видимо потому что она использует эхо локацию потому что она когда ползает по джунглям она пальчиками простукивает всякие дупла и слушает что-то внутри творится у нее эхо локации а для обработки такой сложной информации нужны большие мозги они у нее есть в древности были еще гигантские руконожки но предки мальгаши естественно сожрали но про других лемуров я особо не буду распространяться потому что у нас времени так много значит как уже говорилось в оцене начале разделилась две ветки 1 адаписовые они стали димурами вторая амомисовые и они дали современную долгопятовых современные долгопятые опять же рекордсмены по всем возможным показателям потому что у них есть признаки очень примитивные ну например опять же у них коготки на пальцах у них даже два коготка на каждой стопе чтобы причёсываться у них зубная система очень примитивная мозги без извилин там все такое прочее другой стороны есть продвинутые черты прогрессивные и даже специализированные частности у них срастается большая малооберцовая кость чтобы далеко прыгать у них присоски на пальцев и очень длинные пятки ну собственно пяточные ладивидные кости чтобы опять же здорово прыгать и прыгают они до 6 метров с одного места но учитывая что они размером с ладонь это круто и вот это сочетание признаков прогрессивных и примитивных она крайне прикольно вот современные долгопятые еще супер признаки конечно у них есть потому что поскольку они ночные у них дофига огромные глаза каждый глаз больше чем мозг ну что общем плане себе видно и поэтому они не могут уже двигать глазами в глазницах но череп сделан в основном из глазниц и поэтому они двигают головой за счет хитрого строения шейных позвонков они могут поворачивать голову на 180 градусов сказал он сидит он вот так поворачивает ну и в другую сторону у меня так не получится руку вывихнуть вот еще и так вот то есть у них ну там такие наискосок скошенные позвонки вот поэтому такой способности нету ни у кого среди млекопитающих не пробуйте опять же повторить рекорд долгопятов ну на 90 градусов повернется как бы до назад но это вот со спины он сфотографирован на всякий случай так не получится вот они взять довольно злобные хищные значит ископаемые предки самый древний амомисовый примат это архицебус 56 миллионов лет назад 55-56 из китая и он на что замечательно не имеет вот этих вот специализации долгопятов довольно долгое время это была проблема потому что было понятно что вроде как наши предки должны быть похожи на долгопятов но у них слишком много специализаций ну вот ну ископаемые тоже были специализациями а у этого нет и у него и пятки не сильно длинные пальцы нормального размера и челюсти не особо редуцированные и мозгов довольно приличные и глазки не увеличенные вот и прямо так идеальный предок можно сказать вот а после этого естественно они довольно быстро эти самые амомисовые далее дикую специализацию видео от этих самых амомисовых как таковых и в итоге больше частей бакбач на общем то и вымерло а теперь только на филипидных сулавеси суматрия и помните там какие-то маленьких островах есть вот эти самые долгопяты вот так что опять очередной пример того что специализация до добра не доводит но вот три варианта основных современных долгопятов иногда их выделяют в отдельные рода но это все фигня вот это все род таржиус один-единственный вот но из вот этих вот примитивных амомисовых а-ля архицебус стали появляться следующие стали появляться его семьевые это уже настоящие обезьяны то есть до сих пор это все были полуобезьяны амомисовые с долгопятами что-то зависают по середке это обезьяны вызвано это было появлением новых хищников на самом деле которые стали еще бодрее бегать и нас жрать и пришлось из них спасаться хороший способ избавиться от хищника либо стать быстрее либо стать крупнее и не стали увеличится размерах и асимии как-то и как таковые известные из китая из таиланда вот чуть позже появляются и другие в частности афро таржиусы в египте и ливии когда их вначале нашли нашли вместе с такой вот костью которая вроде бы тоже вот это сросшаяся большая малооберцовая кость как у долгопятов почему назвали афро таржиус то есть африканский долгопят но потом оказалось что нифига это кость какого-то канделяртера а канделяртер это при таки копытных и короче это кость к этой обезьянии отношения не имеет никакого вот поэтому название получилось бредовое но поскольку она уже давно как бы правило приоритета уже ничего не поменяешь но к сожалению только по зубам известным почему о чем про них понятно вот амфитековая еще одна группа это почти исключительно юго-осточная азия бирма-таиланд идет там еще рядом вот но они покрупнее например ганглия ганглия мегаконина она была довольно большой у нее здоровые кулаки стертая так основательная также как у современных южноамериканских обезьян которые питаются жесткими плодами и это важный момент потому что они стали переходить к растительной ядности и существует такая вещь как граница кая если обезьяны весят меньше полукилограмма ей выгоднее питаться насекомыми ну с фруктами там всем впрочем да но основном насекомыми даже супер тропическом климате по ночам дубак что вы сейчас лично ощущаете и маленький зверек быстро остывает вот поэтому он обязан быть ночным чтобы питаться по ночам и обязан быть насекомоядным ну или какое-то мясо сожрать чтобы много калорий получать а питаться растениями ночной так маленький не сможет потому что либо нужен очень крутой жевательный аппарат что грызуны в принципе реализовали и в это же время вот либо большой живот что копытные реализовали и тоже в это же время что характерно вот ну и водяные козлы где там шарится по кустам вот но тогда нельзя бегать по деревьям быстро а приматы сделали по-другому они стали расти в размерах и когда становишься уже больше полукилограмма то поначалу уже не остываешь стало быть можно питаться фруктами листьями забить на насекомых ну что когда-то сам весь там три килограмма то насекомыми питаться уже невыгодно что с них получишь меньше энергии чем на затратишь на их как бы поиск этих насекомых вот и тогда они переходят на фрукта листоядность зубная система там не особо даже меняется на самом деле вот живот чуть-чуть подрастают но за счет увеличения размеров можно стать дневным и растительноядным и тут наш предки стали вегетарианцами и вот эти как раз групп который озвучивал и 7 вы еще маленькие были да потом а фротариус и эти амфипитеки и парапитеки выросли но тут случилось гадство наступил олигоцен а это эпоха когда климат стал портиться и меняться и температуры стали падать и к тому же появляются как обычно новые хищники в частности стеноплезиктиды это типа вивер такие твари но близкие кошкам и собственно кошки вот эти сволочи это правил уру самая древняя кошка которая появилась во франции крыски правда бегают ну вот они уже убежали и в то время на наших предках это не особо отразилось но там где появляются вот эти активные хищники приматы исчезают они в это время исчезают северной америки и северной евразии и в азии вообще в принципе почти везде а в африке сохраняются что приятно что кошки туда поначалу не проникли это очень хорошо и наши предки переходят на следующий уровень парапитековые которые славайте господи известны из египта из айса фаюм не только из него но из него преимущественно в огромном количестве в изобилии и в том числе в виде целых скелетов целых черепов при том что это обезьяна размером современную мартышка мартышка уже видели фруктоядные вполне себе уже забили на насекомых вот но примечательно что они все еще сохраняли массу примитивных черт например у них глазницы все еще не строго фронтальные и мозгов у них как современных лемуров но то есть она вроде как уже обезьяна но с мозгами лимурьями что удивительно некоторые умудрились добраться до южной америки вот этого зубы этого у каяли петека который умудрился доплыть каким-то образом до южной америки что потом широконосые обезьяны повторили еще как минимум дважды ну может быть дважды но как минимум один раз точно вот следующий уровень это про пиво петековые там довольно много их известно и самый известный это египта петек найдено что очевидно в египте причем-то много черепов и самцы и самки и детеныши и взрослые размером с макаку примерно опять же фруктоядный но мозги опять же все еще как у лемура ну вот то есть из всего этого видно что на первом месте по скоростям изменчивости и вот эволюции все время были зубы тип питания на втором месте были конечности теперь движения и на третьем только месте по остаточному принципу мозги вот то есть мозги эволюционировали медленнее всего несмотря на то что мы теперь такие умные замечательные но передвигались они еще и так не шибко быстро надо сказать ну типа макаки и не сильно прыгая не очень бегая а некоторые стали ускоряться в частности плеопитековые их довольно много известно но этот самый такой плеопитек у которого довольно длинные конечности и что замечательно плеопитеки жили в евразии от европы до китая и в целом были очень похожи на человекообразных обезьян когда их нашли то считали что это первые древнейшие человекообразные и у них все задатки были не очень большие челюсти с не очень большими клоками это говорит о повышенной социализации пониженной агрессивности довольно таки большой мозговой отдел ну тут конечно не особо сохранился но тем не видно что большой и значит мозга им все хорошо опять же активные древесные передвиженцы задатками к тому чтобы кисть была ну то есть уже давно хватательная чтобы она манипулятивная была и чтобы можно там орудия делать все что угодно и до 7 миллионов лет назад они вполне себе дотянули и 7 миллионов лет назад вымерли в то же время когда наши предки продвинулись вперед потому что в африке климат был гораздо более стабильный тут все-таки экватор проходит от недалече и поэтому изменения происходили но не спеша наши предки успели приспособиться а крыска опять пробежала а я вижу а вы нет ну вот но в евразии климат менялся гораздо быстрее потому что там север но и анхитериевая фауна болотная такая вот теплолюбивая заменилась на гипарионовую фауну степную которую вы можете наблюдать вот сегодня наблюдали в кратер ингоран горы ну вот но здесь эти изменения заняли еще потом там пять миллионов лет евразии они произошли за один миллион лет и вот это лесная фауна вся подохла радостная вместе с плеопитеками то есть это существа которые оказались в то время но не в том месте и не дюжей ну вот так что торопиться не надо вот падение температур как бы страшно сила видно вот а некоторые приматы оказались чудесным образом в южной америке широконосые обезьяны но в частности вот цебусы которые капуцины доплыли судя по всему на плотах из растений когда африканские реки окрыска он опять шарится в раковине можете на нее полюбоваться наконец но вот она бегает радостная да и там хорошо вот но значит вот подобные крысы между прочим переплыли в южную америку потому что африканские реки выносят дофига древесины в океан океан атлантический был в два раза уже потому что как мы сегодня слышали летосферные плиты имеют свойство ползать зад-перед ну вот и все время океан раздвигается а между северной и южной америками был пролив не туда и течение как реально устремлялась поэтому течение было два раза быстрее океан было два раза уже вот деревья было два раза больше но не два намного больше вот поэтому некоторые грызуны и некоторые приматы до южной америки такие доплыли на плотах и оказались там в раю потому что там уже были тропические леса там были птицы а стало быть фруктовые деревья и не было никаких конкурентов вот грызуны кстати тоже доплыли и сынки доплыли и пауки доплыли и много кто еще доплыл вот капуцины кстати да еще вернуть немножко назад они замечательны тем что они могут использовать орудия труда но здесь вот он фигачит булыжником вот и они разбивают всякие орехи разбивают раковины иногда непонятно просто так фигачат не почему а потом слизывают какую-то минеральную пыль а при этом получаются отщепы которые по всем формальным признакам являются отщепами которые вы опять же сегодня видели между прочим кремневые ну там не капуцины фигачили а сама потрескалась вот но и капуцины делают и когда археологи находят могут сказать что это вот стоянка индейцев раньше так и определяли вот а сейчас уже есть такая археология капуцинов вот широконосых обезьян огромнейшее количество я про большинство ничего не говорю потому что просто мы не успеем а вторая группа такая замечательная это игрунки игрунки хороши тем что их дофига и вот например игрунка открытая только что вот эти две вот это двадцать первом году прям только что это чуть пораньше вот ну то есть фактически их там каждый год открывают игрунки классные тем что они маленькие карликовая игрунка размером с ладонь у них такая довольно прикольная социальная система что размножается только одна самка рождается до при этом двойню вот а за этой двойни ухаживает самец он сажает их все на спину и всячески с ними там печется и бегает ну вот и получать все таки у социальные обезьяны но вот как термиты муравьи до которые там размножается только одна остальные рабочие особи но здесь не настолько далеко это дело зашло но главное счета начать ну вот и может быть у них это социальность как бы разовьется по полной программе но за счет того что они маленькие у них сейчас третий маляр у ископаемых все сохранялся а у современных уже нет а у нас еще не исчез вот поэтому мы примитивнее чем игрунки они уже потеряли третий маляр а мы еще не потеряли ну третий маляр от зуб мудрости который вот самый задний зуб который у нас иногда есть иногда нет иногда нормальный до кривой ну вот игру на все проблемы уже решены так стало быть дальше мы переходим уже к нормальным узконосом обезьянам общий предок которых это саданиус который найден саудовской аравии это общий предок мартышкообразных и человекообразных обезьян 28 29 миллионов лет назад классический пример того что если мы что-то хотим найти то мы это таки находим то что пока в саудовской аравии никто не копал там приматов не было как только стали искать так тут же он нашелся ну правда конкретно этому не повезло потому что у него если посмотреть там такие дырки здоровые по краям а тут даже увеличить можно вообще зашибись но я не буду как-то обратно вернуть так тогда действительно на вот но стало быть короче эти дырки это следы от зубов какого-то хищника который охватанул в морду ему откусил саданию загрустил а теперь у нас есть классный череп антропологи радуются нам хорошо ну вот нам весело ему плохо вот но очень быстро в течение буквально таки двух миллионов лет из таких тварей получились нормальные мартышкообразные опять же что характерное мозгов у них было совсем немного прямо скажем и очень большие обонятельные луковицы то есть вот это супер развитое обоняние для приматов это вообще нетипичная очень примитивная черта ну вот у современных такого нет мартышкообразные современные имеют обоняние в среднем хуже чем у человека даже то есть мы примитивнее мартышек вот но у них большие были тогда однако же мартышкообразные вот виктория петельки там всякие прочее очень быстро дошли до кондиции и заняли все самые клёвые экологические ниши то есть они настолько здорово приспособились жизни в лесу что дальше им ничего уже не надо вот они стали мало то что довольно большие так все и очень быстро и синицы совместили требования как бы да и быстрости и размерности и поэтому дальше эволюцию них не идет и уже примерно 20 миллионов лет назад они были практически такие как сейчас появилось несколько основных групп собственно мартышки которых дофига и много видов и мартышки все африканские но их там порядка сотни видов ну там как разделяю разделяет там по-разному но тем не менее некоторые очень красивые большинство видов дают плодовитые гибриды на самом деле и отличаются какими-то внешними признаками у них даже название там типа мартышка с белым пятном на носу мартышка желтому бом там белая брюхо и желто брюхо и там еще всякое такое но это говорит о том что они возникли недавно то есть это эволюционно очень молодая группа на самом деле известная уже там со времен австралопитека фактически другая большая группа это макаки это в основном азиатские и только на севере африки есть африканские макаки ну вот так в азии но раньше жили и в других местах в том числе по всей европе по всей там средней азии где угодно там на украине и молдавии там во франции где угодно они есть вот но макаки побольше чем мартышки посуровее позлее вот я хотя их тоже много видов и по ним можно здорово прослеживать как коррелируют размеры зубов со злобностью и допустим какая-нибудь резус она мелкая и такая не очень злобная у нее маленькие клыки а самская макака у него такие вот зубы и она очень злобная и там черепушка вот такой с огромной рожей вот и благодаря этому мы знаем что наши предки были добрые потому что у наших были маленькие клыки на севере макаки могут жить и сейчас чему есть несколько экспериментов и нарочных и случайных нарочно это когда в германии например один какой-то там фон барон завел у себя в поместье макак и пока там революция не случилось и крестьяне не поубивали всех они там жили на вольном выпасе вполне себе условия германии не специальные варианты 2 это когда в адлере вернее в сухуме грузины разбомбили питомника они несколько лет там шарились по горам пока их снова обратно переловили и вполне как бы на кавказе выживали и во время великой отечественной войны в харькове фашисты разбомбили зоопарк и три макаки свалили и жили там же собственно рядом там здоровое такое здание советское и вот они там жили три гуну сколько там оккупация была два года по моему или три года что такое вот две зимы точно они там просидели и вполне себе и даже потом как-то в какой-то момент немцы на первом этаже сделали комендатуру а обезьяны партизани ли им гадили и немцы пытались их прибить долго гонялись там шмальтера шмаляли но одну ранили но так и одну не поймали ну вот а потом когда война закончилась немцы выпинули как обезьян запихали обратно в зоопарк и теперь там есть памятник так что если вдруг когда-нибудь случайного окажетесь харькове сходить в зоопарк хороший зоопарк там есть памятник этим трем макаком значится макак много разных в том числе есть такие супер морозоустойчивые современные японские макаки на которых очень здорово изучать поведение потому что они живут рядом с этими источниками деваться им некуда и никуда не убегут и в том числе и здесь не такой прецедент замечательный когда их как подкармливали бататами и самка уронила батат воду оказала обнаружила что мы ты он лучше потому что на зубах песок не скрипит это клёво и она стала целенаправленно бататы мыть этому научился тут же ее детеныш от этого детеныша научились другие детеныши от других детенышей научились другие взрослые ну вот и две закономерности выявилось во-первых в основном учились взрослые детенышей они наоборот ну а то во вторых по рангам как бы от низших к высшим это распространялась то есть первые научились самые задрепанцы потому что им и так хреново жить им хочется хоть как-то жизнь улучшить а дольше всех учились самые высокоранговые что у них так что зашибись им как бы вот эти все ваши новомодные штучки как бы вот она была там сто лет как бы я был главный да и пусть я таким и останусь стало быть дальше павианы павианы но также туда прилегают мангабеи гелады это самые стремные злобные не подходите к павианам если вылезет из кустов задом пяти сюда и забирайте решетку ну не хуже льва на самом деле причем у них челюсть со страшной силой росли у самых древних морда была не такая прямо ужасная а чем дальше тем страшнее и в нынешний момент павианы живут практически по всей африке и представляют собой непрерывность видовую то есть некоторые их всех объединяют в один вид папио папио некоторые выделяют там до семи видов и больше там кто как но от которых мы сейчас видим это оливковый павиан вот этот вот ну рядом кстати говоря чуть севернее есть серый павиан этом желтый павиан вот такой вот желтый тоже есть вот так что они короче разные вот они все неприятные до в южнорске самые здоровые кстати самые неприятные но они кстати спокойнее немножко вот но они все дают гибридов плодовитых что характерно но довольно четко отличаются то есть на 20 планете можно различить и поэтому как бы выделять разные виды или подвиды это дело философское и это крайне познавательно потому что у наших предков астралопитеков система была видимо такая же вот эта популяционная то есть тоже далеко стоящие виды видимо хорошо различались кентяфарские африканские допустим астралопитеки а промежутках были промежуточные в кантисе здесь танзайне например такие найдены но когда про астралопитеков будет я про них еще скажу вот ну еще немножко современных павианов черепушка ископаемого павиана вот но здесь только самцы потому что они красившие а самки они такие же только такие более скромные ну вот ну наш это какой-то молитв к вы не вот это ну и по моему а мышцы цинцевал фиг знает не помню ну вот но стало быть ископаемые в нашу как бы сторону до самой таки для нашей истории интересные это гелады потому что гелады достигли апофигиозы ископаемые достигали размеров до 100 килограммов весом при том что наши предки австралопитеки в это же время весили 30 килограмм весом ну вот и гелады они современные то впечатляют а те и подавно то есть они в холке были метр ну вот ну то есть размером гиену которую сегодня видели допустим да вот и в ламить таки могли кому угодно и наши предки этим павианом эволюционную гонку проиграли и в тот момент когда появляются такие гигантские гелады то австралопитеки вымерли как факт и нам очень повезло что одна какая-то там завалящая группа таки вышла на новый уровень то есть мы проиграли одну гонку да и включились другую и стали разумные то есть мы перешли в мясоедов а гелады в это время становились все более растительно ядными вот но хоть с ними дальше тонкотелые обезьяны они же что характерно толстотелые обезьяны потому что поскольку они листоядные то они такие точенькие все и грацильные а поскольку они листоядные у них трех или четырех камерный желудок там у разных по-разному поэтому такое большое пузо поэтому они тонко тело и толстотелые это синонимы полнейшие вот они есть в африке колобус они же гореться есть в азии лангуры ну вот это вот африканские есть черно-белые колобусы есть красные колобусы в том числе зандибарские колобусы о которых речь какой-то момент шла вот мы может быть где-то можем увидеть черно-белых колобусов что в принципе они вот по этим лесам есть там и сям вот но я не видел предыдущий заезд ни разу вот их увидеть трудно они где-то в локальных местах вот это прикольно по-своему потому что ископаемые колобусы они раньше наших предков спустились на землю и некоторые стали сугубо наземными формами но наземные в итоге вымерли проигравшие гонку там другим всякими павианом вот остались сугубо древесные и у них сейчас например большой палец на руке поэтому если вы видите колобусу у него такое впечатление что-то не хватает ну вот но от того что было саванизация сохранились популяции в отдельных островках леса где они собственно и живут а контакты прекратились и получается эндемизм и дофига дофига видов этих колобусов в каждом лесу свой вид периодически новые открываются эти говоря большой палец он не нужен потому что если быстро бегать по ветвям то надо быстро цепляться и быстро цепляться а большой палец мешает цепляться как бы слишком медленно получается и за счет ускорения он исчез в азии это огромное количество тонкотелых там лангуры насачи там и так далее но здесь собственно сачи они самые прикольные потому что у самок носик маленький детеныш еще меньше а у самцов здоровый такой рубильник ниже подбородка вот это признак статуса у кого большой нос тот самый крутой вот также они замечательны тем что они живут в тропическом лесу я обычно с деревья все не слезают но там где мангровые заросли они эти водоемы переходят пешком стоя на двух ногах ну вот это один из вариантов потенциальных как могло бы возникнуть прямохождение у нас она так не возникало вот но это один из вариантов а но нос прикольно это отбор но есть вот для сравнения другой вид того же рода но с обычным носом ну вот но это вот такие приколы типа там хвостов там всяких этих павлинов там все такое а есть ринопитеки которые если переводе тоже носатые обезьяны называются ну вот но они какие-то без носа обезьяны ну вот это какой-то глюк такой ринопитек но как бы носа нет у него вот но они прикольные вот я поздравляю что на ментоваях мочили вот примерно таких ринопитеках вот но что-то вот из этой серии должно быть вот ну вот вот я и говорю да вот так что он там ментовайская ринопитек есть но это по-моему кстати китайский какой-то это не ментовайский по но там такие и дофига видов вот но их много похожих да вот на самом деле еще куча куча других тонкотелок но вы заснете поэтому мы переходим к человекообразным обезьянам а человекообразные обезьяны зародились в раннем оцене даже в конце олигоцена строго говоря когда опять же климат стал в очередной раз сильно портится и леса стали более редкими но некоторое время были еще достаточно густыми и в принципе жить было можно и возникает группа первых человекообразных проконсуловых а внутри этих проконсуловых несколько отдельных веток частности ньянзопитеки клёвые небольшие такие обезьянки ну размером где-то с того же самого колобуса и видимо тоже листоядные и также примерно жившие как и самые колобусы и собственно потому и вымершие что появились колобусы которые оказались круче чем ньянзопитеки которые в итоге исчезли вот другой вариант это собственно проконсуловых в узком смысле это собственно мы что замечательно у нас есть скелеты в частности вот такого на холопитека и собственно уже проконсула где есть кресты и копчики и мы точно знаем что у них уже в это время 20 миллионов лет назад не было хвоста то есть отсутствие хвоста это не человеческая фишка а всех человекообразных 20 миллионов лет чем у человека не самый короткий хвост у нас среднем 4 позвонка в копчике а уж им под в среднем 3 позвонка в копчике то есть орангутан менее хвостатый чем человек вот что прикольно вот а самый такой предок предок это проконсул как таковой от которого на озере виктория на острове русинка есть куча скелетов полных там трех видов на самом деле и это вот такой супер предок у него одинаковая длина ручка ножек у него одинаковые размеры челюстей и мозга а мозгов у него 130 грамм как у павиана что характерно ну вот то есть опять же он человекообразный примат но по интеллекту как павиан но павиана все не наблюдали и он универсал ладониходящий то есть подвешиваться на руках он еще не умел перекидываться там на руках он не мог вот но фруктоядный мы точно это знаем опять же по зубам и потому что там эти просто фрукты в луканическом пепле за индивели но там на острове русинга вулкан он фигачил как бы пепел и там масса масса чудесных вещей в том числе есть даже мягкие ткани там какие-то отдельные участки мышц этих самых проконсулов там на основании черепа там нервы окаменевшие какие-то ящерицы там с глазами языками там и еще только нету вот эти чудесные вещи вот в то же время еще одна группа афропитековая афропитековые замечательный тем что они были большие то есть это человекообразные которые раньше всех стали размером с гориллу и даже может быть и побольше там до 90 килограмм вот у этого товарища афропитека у него вот такая вот морда здоровая и это с одной стороны оказалось очень классно ну а то с другой стороны привело в итоге к вымиранию потому что мозгов то они там не особо нарастили и они вступили в конкуренцию с теми самыми павианами раньше нужного то есть наши предки были на деревьях павианы уже спустились на землю афропитеки будучи слишком тяжелыми тоже спустились на землю вот но павианам проиграли да к тому же в это время наконец-то до африки добираются кошачьи ну вот и когда есть зверюга весом 90 килограмм то как же не съесть вот а для соблюзубого тигра даже слон в принципе это и да и да вот и слишком рано спустившись человекообразные не прямоходящие да они в итоге вымерли вот ну и плюс еще одна группа дендропитековых это опять маленькие опять же проигравшие колобусом но они такие специфические они даже не очень может быть человекообразные от них известны целые скелеты но никто блин ни разу их нормально не описал печаль тоска и в танзании в кении есть скелеты они хранятся как бы в хранилищах но про них мало чего известно соответственно примерно 15 миллионов лет назад человекообразные выходят за пределы африки и появляются другие всякие разные варианты но и в африке продолжали вакцинировать в африке кения петеки например наши предки кения петек понятно где он жил ну вот а стало быть за пределами уже африки эволюционировали в том числе превратились в гиббонов которые стали специализированы именно древолазающие с подвешиванием на руках и со способностью к брехиации а брехиация это когда они перекидываются используют только руки без использования ног вообще и так они перекидываться могут со скоростью летящие птицы но птица носорог какая-то которую тоже видели все когда она летит так не торопясь гиббон в принципе с той же скоростью чешет по ветвям поэтому у них огромные длины кисти такие вытянутые крючкообразная отчего они не могут ходить уже на четвереньках опираясь на ручки поэтому по земле бегают на двух ногах тоже как бы такой потенциальный вариант перехода к прямохождению но не реализовавшийся потому что руки слишком специализированы ну вот и уже есть такой это как бы нормальную трудовую кисть тоже не сделаешь зато они не злобные гиббоны потому что у них семейная структура и они как бы не особо с кем конкурируют на все проблемы голосом решают они орут даже поют более того вот эти экзотические варианты возникали в частности ореопитек на острове маремма ну и рядом больше была система горганы где не было хищников это остров там где сейчас сардиния сицилия и италия вот но это был остров посреди этого средневного моря которая то там разливалась то сохла и значит ореопитеки в условиях островной изоляции где не было хищника практически никаких там был крокодил медведь и там какие-то куницы ну вот спустились на землю стали прямоходящие с трудовой фактически кистью чтобы всякие там ягоды и листья собирать ну вот и с небольшими опять же клыками и с не такими прям маленькими мозгами ну вот что в принципе все очень так круто и продвинутая и наши предки которые сидели в африке в это же время это 67 миллионов лет назад наши предки в это время ранние австровопитеки вот фактически такие же на самом деле с такими же параметрами но в европе климат опять же сокращался риском резко это те же самые 7 миллионов когда исчезли плеопитеки вот здесь на них больше не климат даже повлияло то что из-за понижения уровня океана и средиземного моря тоже острые острова соединились материком прибежала материковая фауна в том числе махародусы соблюзубы и тигры и гиены и ареопитеки кончились потому что сидящие на острове отсутствия хищников они привыкли что халява и как можно ходить по земле не возбрана оказалось что нельзя ну вот видимо они еще были вкусные на этом их история завершилась но ну и как и вся странная фауна там такая странная фауна там были карликовые жирафы и карликовой антилопы с какими там постоянно растущими зубами вот гигантские сони вот такого размера вот очень большие сони вот ну соня она вот такая как бы а там были вот такие вот ну про соню у этого кирова читаете вот такая соня стало быть в юго-осточной азии гигант эпитеки агроматные твари вот с такими челюстями известны правда в основном по челюстям и зубам зубов уже несколько тысяч найдено а челюсти здесь вы видите все найденные челюсти ну вот то есть больше как бы нет при том что зубов тысячи и как так получается непонятно почему куда делать все остальное вот я искренне убежден что китайцы давно нашли где-то у них громах лежит только они еще не поняли что нашли ну вот но звери огромные потому что размеров полтора раза в полтора раза больше чем горилла а горилла весит немало и она дофига большая ну вот то есть они могли быть ростом метра три ну любители ловят снежных людей до сих пор вот а гигантопитаки исчезли потому что в юго-осточной азии климат как раз вообще практически не менялась почему там до сих пор долгопятые все эти там говорите лоре шерстокрылые там всяко вот эта фигня этом тупо и водятся ну вот потому что это либо полуострова либо острова вокруг моря экватор и климат очень стабильный ну вот соответственно эволюция не особо то куда и шла но когда наконец-то на пошла они уже были настолько специализированные что питаться в саванне не не могли ну вот а леса все-таки сокращались ну и там не так много этих лесов принципе было всегда лучшим земли не так много вот еще к тому же люди пришли 300 тысяч лет назад ну когда пришли люди с копьями а тут ходят вот эти там полтонный весом мясо да то как бы это не съесть вот но в отличие от копытных воспроизведение у них все-таки как у приматов то есть очень длинное детство один детеныш вот медленно воспроизведение ну и пока не было людей то никакие чищники на них не распространялись и соответственно получается вот такая стратегия размножения когда один детеныш долго растим да и гарантированное выращивание это срабатывает а когда есть люди которые будут выносить детенышей люди жрут каждый день почему-то но то тут же они кончаются общем-то гигантопитека больше нет в европе аналоги это дриопитеки но они гораздо скромнее размером шимпанзе ну вот в школьном курсе до сих пор считаются предками человека но они не являются предками человека потому что дриопитеки это по сути дела европейские орангутаны но исчезли все те же 6 миллионов лет по той же самой причине что я уже озвучил вот а в азии через там несколько итераций всяких там сивопитеков и там всяких прочих харадпитеков появляются орангутаны настоящее время они есть только на двух островах на суматре и на калимантане суматранские они такие прж и шерсть них погуще калимантанские так это по серии немножко вот но орангутаны те и другие являют собой пример культурной деградации потому что раньше когда людей было мало много они судя по всему жили довольно большими группами хорошо общались судя по тому как они это делают заповедниках заказниках всяких там зоопарках а природе сейчас когда люди загнали самые стрёмные места они живут поодиночке то есть самец один самка 1 и это максимум самка с детенышем ходят приедешь хрен знает куда в тундру вообще их парать нельзя так значит живут они в итоге по одиночке и поэтому они так это микрофон такой микрофон это я кричу значит детеныш может научиться только тому чему научила мамаша если мамаша тупая то ничему не может научиться бывают орангутаны гений вот здесь вот видите орангутан который сам лично научился ловить палкой рыбу в речке гарпун изобрел фактически но это самец и у него никто не учится потому что самцов никто не учится что они одиночные ну вот и поэтому орангутан это пример культурной деградации когда вот они как бы никуда дальше двинуться не могут хотя по спокойствию они на первом месте и по интеллекту они не хуже шимпанзе на самом деле их во всяких там зоопарках тоже используют там цирковых представлениях они реально классно учиться ну вот и это очень хорошо потому что это сосредоточенность дает шимпанзе быстро переключается она не может сосредоточиться она и агрессивная она как бы сама себе на уме армутан внимательный да чушь ну и чё блин и не знаю правда длинный кто еще длинный ну ему детеныши привезли вот такого размера ну я так понимаю там голотип то нету естественно что там так но стало быть примерно 9 миллионов лет назад в африке нам известен уже последний общий предок нас горилл и шимпанзе это на калипе так вот между прочим найдены нигде нибудь а в танзании и или не в танзании на калипе так где он в кении в канадок али в кении да в танзании это этот рукаве 5 который первый человек образный там не сказал он там был где-то вот этот кинен и все равно рядом неважно от него правда есть только одна челюсть вот это вот но это одна и та же но это хорошо что она есть это последнее разделение к гориллам пошел хоррор эпитек ну вот а ископаемые шимпанзе известны но там вот фактически все что известно древних шимпанзе потому что горилла и шимпанзе живут терапическом дождевом лесу день нихрена не сохраняется где никто не искал потому что это всякие чудесные страны типа этом конга демократическая самая демократическая там но такая прям что людей можно есть вот и короче поэтому археологи антропологи не очень рвутся там что-то копайте искать ну вот потому что жить хотят ну вот но в итоге линия опять же разделилась в очередной раз и те кто оказался в тропических лесах до сих пор там собственные живут это гориллы иногда их делят на два вида равнинная горная но вообще это все фигня то есть продавана цели и такое разделение сделано и все это одно и то же вот но несколько подвидов объективно есть гриллы самые здоровенные они ростом ну когда две ноги встают до двух метров высотой и весом до 200 больше килограмм но в итоге получается с одной стороны у них мозгов может быть до 700 грамм а это уже близко к человеческому размеру у человека рекорд 680 минимальный а у гориллы максимальные 760 ну вот и получается что максимальный размер гориллевого мозга больше чем минимальный человеческого вот ну там есть понятно строение еще одно тем не менее ну вот и потенциал у них офигенный но горилла коко вот я вчера про него поминал дано там секрет часа показывал вот но с другой стороны они здоровые как бы сила есть ума не надо это вот как раз про них ну кстати показательные надо такие случаи когда в одном зоопарке были там самец самка гориллы жили и вот самка она все время изобретала разные способы как бы свалить из клетки то есть она там ныкала какие-то ключи какие-то куски проволоки там скрывала эти замки и так далее но ты что-то все время там новое придумал а самец он снимал дверь с петель вот просто правую убирал как бы но поэтому как написал не струх там в одной своей книжке горилла обладает нечеловеческой силой и так ведь она и есть но вот ну еще есть чудесный пример когда в другом зоопарке жил самец гориллы там многие годы а как-то однажды мимо шел значит уборщик значит подметал поставил метлу и ему там корешнику за новую твой отправился вот этому самцу хотелось поиграть значит этой метлой он там ручки тянуло дотянуться на метро не мог он раздвинул решетку вышел взял метлу зашел обратно и решетку задвинул вот и все охренели потому что поняли что он все это время там сидел чисто добровольно как бы ну вот правда его потом усыпили кстати сволочи но но как бы вот горилла это огромная мощнейшая зверюка и поэтому к ним никто не докапывается ну леопарды могут там на детеныш иногда покушаться но когда рядом вот эта фигня ходит с белой спиной то не хочется нападать вот и поэтому это фактически эволюционный тупик то есть потенциал у них офигенный развития никакого нет но тем более 6 отстребляют страшные силы вот не в танзании нету в танзании вообще и шимпанзе тоже нету но где-то может там на самом западе там нету некая популяция есть да но идет далеко вот кроме прочего и горилла шимпанзе развили такой специальный способ передвижения как костяшка хождения на согнутых пальцах это не примитивный вариант примитивный вариант от как у нас ладони хождения вот у проконсулов и у нас а это из-за того что они уже очень древесные то есть у них слишком специализированы для подвешивания рука и на землю уже такими кривыми пальцами опираться вот так они не могут вот поэтому опираются вот так из этого куча всяких преобразований в частности у гориллы на тыльных сторонах пальцев есть отпечатки популярные как у нас на кончиках потому что популярный узор они для двух вещей нужны первых это сцепление увеличивает а во вторых чувствительность ну вот у широконоску паукообразных обезьян у них на кончике хвоста есть популярные узоры тоже для того же ну вот и у них у горилл на 3 пясные кости это вот это вот которая вот есть шаловидный отросток куда тот штырёк прикольный вот и это крайне показательно потому что у горилл это чтобы не вихляла кисть когда она опирается вот ну это огромный массу до чтобы у нее не вывернулась рука вот а у нас этот же штырёчек этот шаловидный отросток чтобы заниматься трудовой деятельностью чтобы в руке держать какой-нибудь предмет и чтобы он опять же не болтался не вихлял ну вот это классический пример того что один и тот же признак можно возникать по разным поводам воды поясничного ордоз у нас потому что мы прямоходящие но ты сгиб вперед позвоночника поясницы а у них тушь они весят до хрена и на 4 ходят ну вот и это вот пример того как по одним и тем же признакам можно сделать ошибочные выводы если не знаете как она так получилось вот поэтому не делайте выводы слишком смело вначале надо подумать ну и наконец самые-самые близкие к нам это шимпанзе шимпанзе два вида есть обыкновенный шимпанзе и карликовый шимпанзе живут они в практически одинаковых лесах здесь вот много цветов это обыкновенный а красный это карликовый ну вот и это два разных берега одного этого же конга и в принципе ну там чуть-чуть где карликовый там побогаче среда но как бы не принципиально вот а разница большая то что обыкновенный шимпанзе незаметно больше они гораздо злее у них морда намного страшнее вот они регулярно друг друга убивают у них бывает каннибализм и при этом они регулярно используют орудия труда а карликовые шимпанзе они гораздо меньше они добрее они все проблемы решают миролюбивыми с этим там обнимашками в буквальном смысле вот но у них не бывает убийств они не занимаются каннибализмом там за все годы наблюдений было одно убийство у боноба но они не используют орудия труда вот и поэтому как бы выбирайте что лучше как бы быть умным но злобным или добрым но каким-то расслабленным вот но люди все-таки сделали финт ушами и стали и добрые и умные вот но все-таки регулярно друг друга тоже мочит ну вот так что да как бы шимпанзе далеко ну а кайзи я вам уже вчера показывал в этот тот мега интеллект который там вообще сверхразумный был ну умер правда вот ну и собственно на этом обезьянки заканчиваются еще есть человек но про него следующей серии если есть вопросы я отвечу вот